Марсель Прусп Мы начали говорить о множественности миров, которым подходит Марсель Прусп в своем повествовании. И когда мы заговорили об этой множественности, в конце концов пришли к тому, что каждая личность, каждый человек – это мир. Ну, тут вроде бы казалось все достаточно просто, но там мы еще договорились до сингулярной точки, которая присутствует в человеке или человек в ней. Точка, которая должна быть предельно чиста, в том смысле, что только при наличии вот такой внутренней чистоты, девственности, можно воспринять впечатление от жизни непредвзято. Существуют как бы две звезды, две точки, когда одна заслоняет другую. Этот образ взят из Библии. В какой-то момент они начинают эти точки расходиться. Как бы одна звезда заслоняет другую, а потом та вот вторая звезда уходит куда-то в сторону, смещается вправо, влево, вниз, наверх. И здесь что-то такое происходит. Сегодня, говоря о множественности миров, я выдвину другой тезис, который постараюсь развить. Ну, вот смотрим мы ночью на небо. Рассыпаны миряды звезд. А сегодня мы уже с вами знаем, что наши земляне – центр Вселенной. Знаем, что и наше Солнце в этой Вселенной. Такое заурядное солнышко, что есть звезды гораздо больше и ярче. И те звезды, что мы видим на небе – это именно Солнце. В какой-то момент каждый из нас вдруг осознает свою крошечность, вообще ничтожность, что ли, ну, в физическом плане, в духовном, рядом вот с этим космосом, который каждую ночь открывается перед нами. О днем мы чудесно все это помним. И есть люди, которые, вот, оказавшись в горах, или на природе, бескрайние степи, или на берегу моря, у которого не видно горизонта, переживают нечто аналогичное. То есть, когда ты видишь что-то несоизмеримое с твоей вот физической ничтожностью. Ну, есть люди такие, которые заявляют открыто, я не люблю природу, потому что она напоминает мне, что я в ней соринка. Пруст относится иначе. И преподносит нам это в тексте своего романа. Я сейчас вам процитирую Библию, но у Пруста почти аналогичный текст. Это слова Иисуса Христа из Евангелия. «Ходите, пока свет с вами, ибо идущий в темноте не видит дороги». Дело в том, что каждый из нас, находясь вот в этой крошечной точке, о которой я сказал чуть-чуть выше, и из этой точки, глядя на этот мир и ощущая свою крошечность, вдруг начинают ощущать, что он, человек, в духовном плане, в первую очередь, конечно, в духовном, в этой крошечной точке не умещается. И возникает желание, потребность, необходимость эту точку расширить. Когда начинается вот расширение этой точки, происходят невероятные вещи. Не случайно я вам сейчас процитировал слова Христовы о том, что свет должен иметь место. Именно при свете мы видим дорогу, по которой нам надо ступать. Символ света, он будет проходить, ну уж про Библию я вам сказал, и про Евангелие я сказал, а через всю историю литературы. Прус не первооткрыватель, но он и не претендует на то, чтобы здесь первооткрывателем быть. Его интересует другой аспект. И сейчас давайте я снова попробую отыскать нечто параллельное тому, что делает Марсель Пруст, но теперь ссылаясь не на библейский текст, а на текст другого писателя, классика, средневековья, Данте, Олегьери, на его божественную комедию. А я уже говорил в предыдущих наших беседах, что между Данте, его текстом и текстом Пруста, мы будем наблюдать очень-очень много параллелей. У Данте есть такой образ. В аду, а сейчас речь идет о Баде, ну то, что там находятся грешники, это все понятно. Ну вот в какой-то момент Вергили подводит Данте, который в аду путешествует, наблюдает, к таким вот странным деревьям, которые тянут к нему свои ветви лапы и молят о помощи. И Вергили объясняет, в чем дело, что эти деревья, в них закованы души самоубийц. По библейскому тексту самоубийство грех, страшный грех, в Библии он осуждается. Как говорится, наша жизнь, наша душа, вложенная в нас Богом, даны нам в подарок, даны Всевышним, и мы не имеем права на эту нашу жизнь посягать. И поэтому люди, совершившие самоубийство, они грешники, и вот они находятся в аду. И вот такой образ создает Данте, вот эти деревья, этот вопль души, и мы с вами представляем действительно эти ветви, этих деревьев, напоминающие человеческие руки, которые тянутся к пришедшему туда Данте с Вергилием и молят о помощи. Они окликают, окликают, зовут, призывают к себе. И вот это очень важный момент для Пруста, вот это окликание. Когда мы идем по жизни, происходит какое-то событие, которое нас призывает, обрати на меня внимание. Я сильно сказал самоубийцы, а в жизни, конечно, мы можем сталкиваться с совершенно другими ситуациями. Я с умыслом говорю «мы», а не Пруст, потому что, повторюсь, но это очень важный момент, мы прочитываем роман Пруста, как бы проживая параллельно свою собственную жизнь. Буквально все, о чем рассказывает Пруст, мы можем с легкостью перенести на самих себя и прожить те же самые ситуации. Просто он, экспериментатор в этом смысле, сумел это донести до бумаги и нам показать. Он нам пришел на помощь. Вчитайтесь, поймите, переживите, как он. И тогда свою жизнь вы переживете точно так же. В нашей жизни могут происходить события, которые призывают нас, откликают. И если мы не откликнемся, то душа грешника останется в аду. Событие, которое могло стать событием не только само по себе, но событием и нашей жизни, таким событием не станет. Произойдет нестыковка, не возникнет контакта. В прошлый раз мы говорили об узнавании и неузнавании. Очень часто бывает в жизни, что мы встречаем людей и не узнаем их. Не узнаем в каком смысле, что между нами что-то есть, существует какая-то близость, возможен контакт. А мы проходим мимо. И потом, годы спустя, может так оказаться, что мы снова встречаемся с этим человеком и что-то внутри нас срабатывает. И вдруг та близость, которая могла бы возникнуть и при первой встрече, возникает именно сейчас, после такого опоздания. Так оно просто удобнее и, на мой взгляд, доходчивее приводить примеры, черпая их из других источников, не из текста Марселя Пруста. И в данном случае, вот говоря об узнавании и неузнавании, просится роман Пастернака «Доктор Живаго». Он весь построен на этих вот узнаваниях и неузнаваниях. Там буквально в каждой главе кто-то пересекается с кем-то, и в какой-то момент ничего не происходит, а потом вдруг возникает контакт, возникают стихи, поскольку речь идет о поэте. Почерпнул из Данте, почерпнул из Библии не один Пруст, но Пруст это сделал настолько мощно и настолько убедительно, что остается, как говорится, только снять перед ним шляпу. И вот это узнавание, этот отклик в понимании Пруста становится чем-то действенным в его тексте, становится действенным в том смысле, что через это узнавание он начинает раскручивать свой сюжет, хотя говорить о том, что в романе присутствует сюжет, в привычном нам с вами смысле говорить совершенно нельзя, но это создает ту коллизию, на которой он потом построит свой текст, разделив его, ну, как бы на две половины. Я сейчас подведу вас к некой точке, на которой остановлюсь, потому что это будет разговор следующей нашей беседы, но кто уже прочитал роман или кто его только прочитает, то он обратит внимание даже на название самих книг, а мы с вами уже говорили, что этот роман составлен из семи романов, так вот первая будет называться «По направлению к Свану», а вторая книга или второй роман будет называться «Германты» или «В сторону Германа». Две стороны, два направления, два узнавания начинают происходить в жизни Марселя Пруста, а там, в этих книгах, будет повествоваться о ранних, юношеских, детских годах этого человека, героя повествования и одновременно автора, автор на это так однозначно не указывает, но видите, он даже своего героя называет своим собственным именем, и догадаться о том, что Пруст, в общем-то, повествует о самом себе, нетрудно. Но, и на это я тоже должен обратить внимание, скопировать реальность и перенести в текст невозможно. Реальность на то, она и реальность, что она существует сама по себе, а текст существует сам по себе. Не то, чтобы они разорваны, отделены друг от друга, ни в коем случае. Связей тут миллион. Но здесь мне уже хочется сослаться, видите, ассоциации, куда меня завели, на слова Станислава Лема, который как-то сказал по этому поводу, что поначалу в голове автора возникает что-то очень смутное, того, о чем что он хочет сказать. Если кто-то думает, я не дословно цитирую, а передаю его мысль, что писатель, усаживаясь за стол, знает все, что он напишет, то такой человек глубоко заблуждается. А если кто-то из вас сам когда-то пробовал что-то писать, то поймет меня с полуслова. То есть он входит в этот текст, а потом, как скажет Лем, и что у Бруста тоже можно найти, эстафета передается, текст начинает вести за собой автора, а не наоборот. Текст, его синтаксис, его стиль, лексика, манера, в какой все это подается, начинают приказывать автору напиши так, скажи так, поставь такой знак препинания или такой. И автор, который умеет это услышать, напишет действительно книгу. А автор, который этого делать не умеет, который навяжет текст у себя, с книгой не справится. Пруст справился, Пруст точку, в которой отыскал себя, расширил, и Пруст через эти оклики, о которых я до этого вам сказал, услышал голоса, на которые надо пойти. А голоса эти я вам только что назвал. Это сваны и это германты. Почему сваны? Почему германты? Почему именно туда, а не в другое место? Да, об этом давайте поговорим в следующий раз. А сейчас я остановлюсь и до новых встреч. Очень надеюсь, что вы захотите выслушать продолжение этой истории. Ну и, конечно, ставьте свои лайки. А как же? И подписывайтесь на наш канал. Ведь это же интересно узнать, чем сваны не похожи на германтов. До следующей встречи.